Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Я показываю. Вот, Новый Завет, трехтомик наше издание. Блаженов Фефилах, по 752 странице. Маленько показать, как выглядит. И 240 иллюстраций светных. Так, начинаем. Да, дальше. Последняя книга у нас насчитывается. 20 номер. Евангелие Тано 17.11 Я уже не в мире, но они в мире. А я к тебе иду, Отче Святой. Соблюди их во имя Твое. Тех, которых ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Толкование блаженного Фефилакта. Итак, можно истину сказать, что он говорит это, приспособляясь к их понятиям. Им, естественно, было опечалиться, коль скоро они остаются без помощника. Он объявляет им, что он вручает их Отцу. И Его дает им в Хранителя. И затем говорит Отцу. Так как ты призываешь меня к себе, то храни их сам во имя Твое, то есть Твоей помощью и силой, которые ты дал мне. В чем же хранить? Чтобы они были едино. Ибо если они будут иметь любовь друг к другу, и не будут между ними разделений, то они будут непобедимы, и ничто не одолеет их. И не просто, чтобы были едино. Но так, как я и ты имели одно мудрствование и одно желание. Ибо единодушие, вот их охрана. Итак, чтобы утешить их, он умоляет Отца хранить их. Ибо если бы он сказал, я буду хранить вас, они не так бы глубоко поверили. А теперь, когда он умоляет за них Отца, он подает им твердую надежду. Иоанна 17, 12, 13. Тех, которых ты мне дал, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Псалом 108, 17. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Толкование. Много уничижений в этих словах. Если кто примет их, не так, как следует. Ибо смотри, что здесь представляется. Тех, которых ты мне дал, я сохранил. По-видимому, он заповедует Отцу, чтобы и Отец хранил. Подобно тому, как кто-нибудь, передавая имение на сохранение другому, сказал бы, смотри, я ничего не утратил, не потеряй же и ты. Но все это он говорит для утешения учеников. Сидел, говорю, в мире для успокоения, утешения и радости учеников, чтобы они одушевились и не беспокоились. Так, как ты принимаешь их целыми и будешь хранить их. Как и я сохранил их и никого не погубил. Как же, Господи, никого не погубил ты, когда Иуда погиб, и многие иные отошли обратно. Иоанна 6,66. Со своей стороны, говорит, я никого не погубил. Что только зависело от меня, я ничего не оставил без исполнения, но соблюдал их, то есть всячески старался сохранить их. Если же они сами собой отпадают, это нисколько не относится к моей вине. Насбудится Писание, то есть всякое Писание, предсказывающее о сыне погибели. Ибо о нем сказано в различных псалмах. Псалм 108,8,68,26. И в прочих книгах пророческих. О частице, да, мы много раз говорили, что Писание имеет обыкновение называть причину и то, что сбывается впоследствии. Иоанна 17,14,16. Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Толкование. Моляя Отца о помощи апостолам, высказывают и причину, по которой они достойны всяк великого попечения от Отца. За слово Твое, которое я предал им, возненавидели их. Посему не достойны получить помощи от Тебя, так как мудрствующие мирской возненавидели их за Тебя. Порочные люди ненавидят их потому, что они не от мира, то есть умов своим не привязаны к миру и не стоящают своей деятельности для него. Как же он в другом месте? Иоанна 17,6 говорит, «Те, которых Ты дал мне от мира, были Твои». Там он говорит... Ну вопрос стоит, ты видишь или нет? Да, были Твои. Там он говорил о природе их, что они люди и часть мира. А здесь говорит о мыслях и произволении и замечает, что они не от мира. «Как и я не от мира». Не смущайте с ними словами. Апостолы не были так святы и чужды, и страстей мирских, как Господь. Он не делал греха, и не было лжи в устах Его. 1 Петра 2,22. А они не избегли немощи человеческой на природы. Итак, услышав слова, «Как и я не от мира, не принимай их за совершенное сходство». Апостолов с Господом. Но когда это «как» об Отце и о Нем говорится, тогда только разуми равенство. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы во время нахождения их в мире соблюл их от зла. И как весь мир будет обращаться с ними, как с чужими, то ты, Небесный, уже помоги им, как гражданам Небесным». Говорит это очень часто вслух ученикам, чтобы они, слыша это, возненавидели мир и не посрамили такой похвалы им. «Соблюди их от неприязни». Говорит не только об избавлении их от опасности, но и пребывании и утверждении в вере. Я вот небольшую вставочку здесь сделаю. Мы давно уже с тобой считаем. Ты ценишь то, что тебе доверено это? Ценю. Так вот это чтение наше сопливое. Ты ни грамма не ценишь это. Сам себя утешаешь этим. Я разговаривал с человеком, мне близко знакомым, он у меня в лагере был, а сделался певцом. Певцом известно, на международных там концертах выступает. И он говорит, вы знаете, сколько ограничений. Я прогуливаться даже на морозе не могу. Я берегу голос. Выступать в театрах. Он опереты разные поет проще. Ты считаешь божественное? Я сколько раз тебе говорил, вот такой вот возьми, вот слив картошку там варят, выпей горячего там, не знаю там как. Ну то есть не бережешь себя. Почему? Если ты ценишь это, ты должен голос свой беречь, а ты хлюпаешь и хлюпаешь непрерывно. Страм один. Поехали дальше. Евангелие Тана 17, 17, 19. Освяти их истинною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Из-за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною. Толкование. Сделай их святыми через преподание Духа. Сохрани их в правоте словом и догматов и наставих, и научи истине, ибо святость состоит в хранении правых догматов. А что он говорит о догматах, это видно из объяснения. Слово Твое есть истина. То есть нет в нем никакой лжи. Посему, если ты дашь им сохранить слово Твое, и самим сохраниться от зла, они освятятся истинною. Слова освятить истинною Твоею означают ничто иное, именно, отдели их для слова и проповеди и соделай их жертвою. Пусть они послужат этой истине, пусть посвятят ей собственную жизнь. Прибавляет, как ты послал мне мир, из-за них я посвящаю себя, то есть приношу жертву. Так ты и их освяти, то есть отделив жертву за проповедь, и поставь их свидетелями истины, подобно как и меня ты послал свидетелям истины и жертвую. Ибо все принесенное в жертву называется святым, чтобы и они, как и я, были освящены и принесены тебе, Богу, не как жертву подзаконной, заколаемую в образе, но истинною. Ибо ветхозаветные жертвы, например, агнец, голуби, горлицы, и прочие были образами, и все святое в прообразе было посвящаемо Богу, предотвращая собой нечто иное, духовное. Души же, принесенные Богу, самой истине освящены, отделены и посвящены Богу, как и Павел говорит, представьте члены ваши, жертву и живую, святою. Римлянам 12.1 Итак, освяти и посвяти души учеников, и сделай их истинными приношениями, или укрепи их потерпеть и смерть за истину. Иоанна 17.20.21 Не о них же только молю, но и о верующих в Меня, по слову их, да будут все едино, как ты, Отче, во Мне, и Я в тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверует в мир, что ты послал Меня. Толкование. Сказал, за них я посвящаю себя, чтобы кто-нибудь не подумал, что он умер только за апостолов, прибавляет, не о них же только, но и о всех верующих в Меня, по слову их. Здесь он опять ободрил, ободрил души апостолов тем, что они будут иметь много учеников. Или ободрил тут разницы. А чтобы, слыша, не о них только молю, апостолы не соблазнились, как будто он не отдает им перед прочими никакого преимущества, утешает их, объявляя, что они для многих будут виновниками веры и спасения. Ибо учеников ничто так не соблазняет, как если учители разделились и не единомыслены. Ибо кто захочет слушаться тех, которые сами не единомысленны? Посему говорит, и они нам будут едины, веря в нас, как ты, Отче, во Мне, и Я в тебе. Если же будет между ними раздор, то никто не скажет, что они ученики примирителя. А если Я не примиритель, то они признают Меня посланным от тебя. И видишь ли, как Он до конца утверждает Своё единомыслие с Отцом. Иоанна 17, 22, 23 И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едины, как мы едины, я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино, и да познают мир, да познают мир, что Ты послал Меня. Толкование. Какую славу дал Он? Славу чудес, догмат обучения и ещё славу единомыслия, да будут едино. Ибо это слава больше, чем слава чудес. Как мы изумляемся перед Богом, потому что в Его естестве нет ни восстания, ни борьбы, и это величайшая слава. Так, говорит, и они да будут славны тем же, то есть единомыслием. Я в них, и Ты во Мне, да познает мир, что Ты послал Меня. Часто говорит об этом, дабы показать, что мир может привлекать больше, чем чудо. Ибо как вражда разрушает, так согласие скрепляет. Я на 17.24. И возлюбил их, как возлюбил Меня, Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня, прежде основания мира. толкование. Не сказал, да получат славу Мою, но, да видят, ибо для человека величайшее наслаждение созерцать Сына Божия. И в этом слава для всех достойных. Как и Павел говорит, мы же открытым лицом, взирая на славу Господню. 2 Коринфянам 3.18 Показывает же этим, что когда, тогда будут созерцать Его не так, как ныне они видят Его, не будешь и женам в виде, но во славе, которую Он имел прежде, сознание мира. Я на 17.25.26 Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них. Толкование. Отче праведный, я желал бы, чтобы и все люди получили такие блага, каких Я просил верным, но они не познали Тебя, и потом они получат той славы и тех наград, а Я познал Тебя. Навекает здесь и на иудеев, которые говорили, что он знает Бога, и показывает, что они не знают Отца. Ибо мир во многих местах называют иудеев, хотя иудеи говорят, что Ты не послал Меня, но Я си мученикам Моим, и открыл им имя Твое, и открою. Как же открою? Не с пословом Духа, который наставит их на всякую истину. И когда они узнают, кто Ты, тогда любовь, которой Ты возлюбил Меня, будет в них, и Я в них. Ибо они узнают, что Я не отчужден от Тебя, но весьма любим, что Я истинный Сын Твой и соединен с Тобою. Узнавшим же это, они соблюнут веру в Меня и любовь, и, наконец, Я пребуду в них за то, что они таковы, что Тебя распознали и Меня чтут, как Бога. И они, веру в Меня, сохранят непоколебимую. Иоанна 18, 1-2 Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики Его. Знал же это место, и Иуда предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими. Толкование Не сказал Евангелист, Иисус, помолившись таким образом, но сказав сие, ибо предшествовавшая речь была не молитвою, а беседою, и была для утешения учеников. Иисус идет среди ночи, переходит реку и спешит прийти на место, известное Его предателю. Сам себя выдает убийцам для того, чтобы показать, что Он идет на страдание добровольно и освобождает иудеев от труда искать Его. Дабы они не затруднялись, переходя туда и сюда, и отыскивая Его, Он сам идет к ним, сам отдает себя в руки их. Ибо в саду они находят Его, как бы в какой-нибудь темнице. Что бы ты ни подумал, будто Иисус удалился в сады с целью укрыться. Евангелист прибавляет, что знал в седе место и Иуда. Посему Иисус отходит в седе место скорее с целью открыться, чем укрыться. Иуда знает в седе место, потому что Иисус часто хаживал туда. Ибо Господь любил уходить в места пустынные и пристанище спокойные, особенно когда передавал что-нибудь таинственное. Почему Иуда знал, что Иисус в настоящее время находится в саду и не думал найти Его спящим в дому? Он знал, что Господь много ночей проводил вне града и в дома, а посему и тогда вышел вон. Вышел вон. И иначе он знал, что Господь во время праздника особенно имел обычаи учить учеников своих чему-нибудь Высшему. А как мы сказали, он учил учеников своих таинственному и в местах таинственных. Иоанна 18, 3, 6. Итак, Иуда взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете? Ему отвечали, Иисус, она зрея. Иисус говорит ему, им, это я. Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им, это я, они отступили назад и пали на землю. Толкование. Уговаривают на помощь себе отряд воинов за деньги. Ибо воины таковы, что золотом их можно подкупить. Приходит их много, потому что боятся последователей Иисуса, привязанных к нему ради его учения и чудес. Несут с собой фонари и светильники, чтобы Иисус, скрывшись во тьме, не бежал от них. А он настолько не нуждался в бегстве, что сам выходит к ним и выдает себя. Господь спрашивает их не потому, будто имел нужду знать. Евангелист говорит, что он знал все, что с ним будет. А как он знал, что с ним будет, то спрашивает не по нужде знать, но с целью показать, что и тогда, как он, на лицо они не видели его и не узнавали. Он спрашивает, как другое лицо, и его не узнают по голосу, ни проще, ни сам Иуда. А что, не узнавали его, не по причине темноты. Это видно из того, что по сказанию евангелиста они пришли с фонарями. Если, допустим, что не узнали его и по причине темноты, то по голосу должны были узнать его. Итак, Господь спрашивает для того, как мы сказали, чтобы показать, что ни по виду, ни по голосу не узнали его. Так, значит, сила его была неизречена, что не могли бы и распять его, если бы он сам не предался добровольно. Господь не только ослепил глаза их, но и поверг их на землю одним только вопросом своим. То, что пришедшие на Иисуса пали, было знаком всеобщего неспадения этого народа, которое постигло его впоследствии после смерти Христовой. Как и Ельмей предсказал, дом Израиля пал, и нет восстанавливающего. И так падают все те, которые противятся Слову Божию. Сад, в котором спасение наше получило начало, может быть сравнен с раем, ибо в саду мы не спали из рая. В саду, видим, начинается и спасительное страдание Христова и исправляет все прежние бедствия. Иоанна 18, 7, 9 Опять спросил их, кого ищете? Они сказали, Иисуса Назарея. Иисус отвечал, я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Назбудится слово решенное им. Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Толкование. Господь поверг их на землю, для того, чтобы показать им силу свою, и то, что он идет на страдание добровольно. Сверх всего, он устрояет нечто другое, чтобы кто-нибудь не сказал, что иудеи нисколько не согрешили, ибо он сам предался в руки их и явился к ним. Для того, он и показывает над ними это чудо, и его было достаточно для вразумления их. Но когда и после этого чуда они остались при своей злобе, тогда он отдает себя в руки их. Господь говорит о погибели душевной, которой не подвергся никто из учеников его. А евангелист понял это и о погибели телесной. Чудно, как воины не взяли вместе с ним апостолов и не умертвили их, даже и тогда, когда Петр раздражал их. Очевидно, это совершилось силой того, кто был взят ими, изречением, которое он прежде сказал, что никто из них не погиб. Иоанна 17, 12. Посему, если найдет на тебя искушение, веруй, что если бы Господь не знал, что ты можешь победить оное, он не допустил бы ему и прийти к тебе, как тогда к ученикам. Иоанна 18, 10, 11. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя ему было Малх. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которые дал мне отец? Толкование. Если ты спросишь, зачем мечу того, которому заповедано, не иметь ни сумы, ни двух одежд, Матфея 19, то знай, что он имел нужду в нем для заклания Агнца нес его при себе и после вечери, или же, что он, опасаясь нападения, еще прежде закатывал меч на этот случай. Если ты не наубиваешь, как тот, которому неверенно ударять планету, Матфея 5, 32, готов был совершить убийство, то послушай, что Петр в особенности отомщал не за себя самого, а за учителя, при том же они не были еще вполне совершенны, ибо впоследствии прошу тебя посмотреть на Петра, он крайне страдает и радуется, а теперь негодуя на несправедливость к учителю, он покушается на самую голову, и не усекнув ее, по крайней мере отсекает ухо, Иисус прикладывает и исцеляет ухо, и этим чудом снова удерживает безумных иудеев от рвения к убийству, показывает что страдание зависит не от силы их, но от его соизволения, и что он не противник Богу, но исполняет волю Отца даже до смерти, назвав страдание чашую, дает знать, что смерть для спасения человеческого приятна и вожделенна, я прошу тебя заметить, что освящение правого уха и первосвящение раба было знаком непослушания их. Ибо ослепление пришло на Израиля, чтобы слышащие не слышали за нечестие их против спасителя, которое особенно сильно было в первосвященниках. Почему и знак отнятия уха был на рове первосвященника? Восстановление уха указывает на будущее восстановление разумения израильтян, которого они лишились ныне. Ибо Илья придет и приведет их к Христу и их отцов соединит с нами сыновьями, о чем пророчествовал Малахия 4,6 Иоанна 18,12,14 Тогда воины и тысячоначальник и служители иудейские взяли Иисуса и связали его и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каи Афе, который был на тот год первосвященником. Это был Каи Афа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ толкование. Когда Господь сделал все, что могло укротить их, а они не уразумели, тогда позволил им вести себя. Они связывают его и отводят к Анне с каким-то торжеством, по всему случае похвальбой, как будто одержали великую победу. Евангелист напоминает пророчество Каиафы, Иоанна 11, 49, 52, для того, чтобы показать, что это совершилось для спасения мира, и что истина сия столько важна, что и самые враги предсказывали об этом. Иоанна ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Толкование. Кто был этот другой ученик? Тот самый, который написал об этом, но он скрывает себя посмиренно мудрою. По делику он хочет выставить совершенство, что он последовал за Иисусом, тогда как прочие разбежались. Посему он себя скрывает и впереди себя поставляет Петра. За Иисусом говорит, следовали Симон Петр, потом прибавляет и другой ученик. И так посмирение он себя скрывает. И если он упомянул о себе, то упомянул для того, чтобы мы знали, что он обстоятельнее прочих рассказывает о происшествиях во дворе архиерейском. Так как он сам был внутри двора, смотри опять, как он отстраняет от себя похвалу. Дабы ты услышав, что Иоанн пошел с Иисусом, не подумал о нем что-нибудь великое, он говорит, что он был знаком первосвященнику. Иоанн вошел вместе с ним не потому, будто был мужественнее прочих, но потому, что был знаком первосвященнику. А Петре объявляет, что он следовал за Иисусом по любви к нему остановился вне двора, потому, что не был знаком. Что Петр вошел бы, если ему было позволено, видно из того, что когда Иоанн вышел и велел превратиться вести его, Петр тот час вошел. Почему Иоанн сам не вел его, а велел сделать это женщине? Потому, что крепко держался Христа, следовал за Ним неотступно и не хотел отлучиться от Него. Все. Как считаешь, что Бога не боишься просто. Делающие дело Господне небрежно. Понимаешь нет? Понимаю. Это навсегда. Понимаю. Ты весь здесь. Люди будут слушать и потягиваешься и все это отражается в голосе. Безобразник просто.